В этом году в Сочинский госуниверситет подали заявление около 8 тысяч человек. Это на тысячу больше, чем в прошлом году, но зачислено только 2 тысячи. Набор на заочное еще продолжается. Популярность вуза растет за счет внедрения новых программ. Одна из них совместная с французским институтом в отель. Уникальная программа двойных дипломов по гостиничному делу, теория в университете и практика в Европе. В Сочинском государственном университете первый год открывают такую программу. И, конечно, это такая возможность для всех нас, кто поступил. После первого курса я поеду на практику 7 недель в город Ним, во Франции. А после третьего курса данная программа мне даст возможность выбрать любые 44 направления по миру, куда я захочу поехать, и получить международную практику. Появились в этом году и новые программы бакалавриата. Например, технология продукции общественного питания, товароведение, магистерская программа маркетинговой коммуникации в государственных и бизнес-структурах. СГУ выиграл конкурс Центра малого инновационного творчества, который проходил под эгидой фонда Бортника. Это означает, что наши студенты более активно будут вовлекаться в инновационные технологические проекты, которые затем будут реализовываться, может быть, даже уже в стенах университета. Мы стали региональной площадкой фонда развития социальных программ «Наше будущее». СГУ – единственный вуз в России, подтвердивший статус сертифицированного Центра WorldSkills по специальности «Поварское дело» и волонтерстве им нет равных. Только на чемпионате мира по футболу в добровольцах чиселось около полутора тысяч студентов СГУ. Пожелаю ребятам, чтобы они, несмотря на учебу, находили время и записывались в эти клубы волонтеров, зная, что в Сочинском государственном университете уже вот этот клуб волонтеров с богатыми традициями, которые имеют уже серьезные практики. Обновляется и преподавательский состав Сочи стал городом популярным, поэтому многие московские и петербургские преподаватели все чаще принимают решение жить здесь и работать в СГУ. Татьяна Говоркова, Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.